Сейчас мы будем говорить у нас в студии уфолог, исследователь проблемы НЛО, Михаил Герштейн. Михаил, доброе утро. Доброе утро. Вот не просто так сегодня мы вас пригласили. 24 февраля 1973 года впервые вышла в эфир такая известная, популярная телепередача, очевидная, невероятная. Вот что мы все ее наверняка помним, что вот интересного там затрагивалось с точки зрения космоса? Ну, за очевидное говорить не буду, за очевидное пусть говорят ученые, а я буду говорить только о невероятном. И такая тема, например, «Летающие тарелки», мне ближе всего известная и знакомая, там тоже затрагивалась. Я прекрасно помню эти передачи еще советского времени. Более того, мне повезло в свое время получить в руки часть архива писем, которые приходили на передачи «Очевидные невероятные». Мы тоже видели «Летающие тарелки» и так далее. Советские граждане писали. То есть делились своими вот этими наблюдениями? Да, делились своими наблюдениями. Я член КПСС такого-то года, это сам сказать, я врать не могу, это сам сказать, я видел «Летающую тарелку». Так что вот. Ну это, конечно, я думаю, все, эфир не попадал. Зато вот сегодня огромное количество передач про то, что кто где видел НЛО, якобы доказательства. Но вот говорят по статистике, в 95%-ных случаях за НЛО принимают вполне опознанные объекты. Так и есть. Иногда, если очень хорошая работа уфологов, то этот процент может подниматься и до 98%, а то и до 99%. То есть получается, что работа уфолога складывается таким образом, что нужно доказать, что это не НЛО, да? Наоборот. В данном случае нужно сначала, прежде чем изучать НЛО, нужно отсеять весь, скажем так, мусор. Все запуски, метеозонды, болотный газ, отразившийся, это сам сказать, в лучах Венеры, да, как в известном фильме. Вот это все необходимо отмести, чтобы оставить только чистое НЛО и вот с этим чистым материалом работать. Это как микробиологу дать пробирку, в которой плевали все студии, сказать, чтобы он с ней работал. В общем, только научный подход. Да, непростая работа. Вот из последних новостей мы хотели с вами обсудить. Некоторые растекреченные записи переговоров астронавтов буквально на днях появились. И вот говорят, что на Луне слышали музыку. Слышали музыку не на Луне, а слышали музыку по ту сторону Луны, когда они находились, заслоненные корпусом телом Луны от Земли. Да, вот тут же дают объяснение. Да, что это? Заряженные частицы, которые попали в радиоэфир и вызвали такое ощущение. Между прочим, так называемая космическая музыка, ее можно послушать в интернете по очень многим поводам. Например, звучание Солнца, как оно звучит. Радиочастоты Юпитера тоже музыка очень хорошая получается. Но при этом астронавты-то говорили, и есть их переговоры, что они уверены, что это музыка. Я уверен, что они про частицы, про все это знают. Не первый день в космосе. Да, и даже не сразу они об этом решили. Они проявили сообщать. Это, говорится, первый же был опыт, то есть слышание подобного рода вещей в космосе. Кроме того, астронавты вообще были людьми очень застенчивыми по отношению к загадочным аномальным явлениям. Когда они видели в космосе что-то необычное, они, как правило, затыкались и ничего не передавали даже по закрытым каналам связи. Более того, у них для наблюдений всяких загадочных объектов в космосе, не обязательно НЛО, был даже вырубан специальный код. НЛО, в частности, они называли словом Санта-Клаус. А, чтобы совсем уже никто не понял, да? Чтобы совсем, да, запутались слушатели. Потому что переговоры шли в эфире прямом. Могли бы радиослушатель, который настроился на эту частоту, радиолюбитель, перехватить запись. Так что... Ну да, дальше бы началась уже буря такая. Астронавты увидели НЛО. Но при этом все равно же говорят, есть обратная сторона Луны, что там скрывается. Огромное количество теорий. Что вы думаете на этот счет? И вообще почему? Вот этот вопрос меня давно волнует. На Луну высаживались один раз, и с тех пор никто не летает, не пытается там высаживаться. Может, что-то спугнуло? На Луну высаживались как минимум пять раз. Ну, все равно, я имею в виду, их можно посчитать по пальцам пять раз. Да, но при этом больше-то не высаживаются, не стремятся там ничего строить. Больше не высаживаются, потому что, кажется, вопрос престижа уже был отработан. Это все равно, как по третьему, четвертому, пятому разу, это сам не знаю, там в Антарктиду съездить или еще что-нибудь. Ну, а построить станцию, что-нибудь там обустраивать и так далее. Будут строить. В ближайшее время там будет уже постоянная станция, потому что это самое удобное место для астрономических наблюдений. Если раньше военно-американские хотели построить станцию военную там и ее вооружить как следует, то потом они подсчитали, сколько это дело будет стоить, прикинули, почесали в затылке, подумали, нет, не надо, как говорится. Тем более, что баллистическая ракета от Луны до Земли летит дольше, чем здесь. Вот, Михаил, такой вопрос. Вот тема космоса, несмотря на то, что почти все мифы можно развенчать, она все равно волнует. И пробралась она уже давным-давно в кино, и снимается огромное количество картин. Вот в том числе, прямо вот буквально на днях, да, мы досматриваем последние серии нового сезона секретных материалов, в которые герои к нам снова вернулись. Вот что вот это в первую очередь, даже вот, не знаю, возвращение этих героев, таких уже совсем других, да, не тех, что были раньше, это отражает тоже интерес людей к космическим загадкам? Ну, я бы сказал, что это скорее отражает интерес людей к теориям заговора всевозможным. Потому что всегда же приятнее думать, что есть какие-то могущественные силы, которые чем-то управляют, что все тут происходит не случайно. Если я утром по пьяни споткнулся и разбил нос, то сам, скажем, это масоны все заговоры устраивают. Нет, ну, понятное дело, что человеку как-то нестерпимо жить с мыслью о том, что кругом происходит один сплошной хаос, и никто этим делом не управляет, не командует. Как говорится, Бога уже немножко подвинули в сторону, вот теперь на место Бога пытаются другие силы поставить. Кто-то инопланетян, но я думаю, что у них тоже нет далеко идущих целей, кроме наблюдения. То есть, если бы эти цели были... То есть, инопланетяне есть? Да, безусловно. Но вот наблюдается сейчас увеличение интереса к инопланетям или, наоборот, падение? Все говорят, а мы это миллион раз уже видели. Наоборот, падение. То есть, мы уже с ними как-то смирились с их существованием? Более того, не просто смирились, но и объелись, и уже стошнило, и после этого уже реакция, как у алкоголика на поморфин, возникает. Фу, опять НЛО, да, ну идите подальше. Ну, давайте, вот у нас совсем мало времени осталось. Вот есть какой-то однозначный факт, что да, НЛО есть. Например, ФБР, ФБР рассекретили данные, что в 50-м году, там, в 47-м, упала инопланетная тарелка и так далее. Вот есть какой-то факт, что можно судить, что НЛО есть. Который все доказали, и все сказали, да, это так. На самом деле, ФБР рассекретил очень много документов, и среди них есть документы о крушениях НЛО, но все они относятся к вполне объяснимым фактам, которые потом нашли земное объяснение. Но вот хотя бы один есть такой, который не нашли? Безусловно. Это относится не к падениям летающих тарелок, а к наблюдениям, потому что среди людей, наблюдавших НЛО, снимавших на фото, видео, кино, все что угодно есть, причем времена, когда не было никаких фотошопов, масса таких материалов, были посадочные следы. Одним словом, истина где-то рядом, можем всегда сказать. Спасибо огромное. Уфолог, исследователь проблемы НЛО Михаил Герштейн был в студии ЛАФ-78. Продолжение следует...